Так называемое кольцо бульвара Любы Новоселовой проходит внутри третьего микрорайона города Одинцова. На его периметре расположены 7 и 11 гимназии и сразу несколько детских садов. Движение здесь плотное, особенно в утренние и вечерние часы. Двусторонний проезд и уборку дороги затрудняют густо припаркованные автомобили. В пиковое время на кольце нередки заторы. Именно для того, чтобы разгрузить улицу, на ней в начале февраля и вводится одностороннее движение. 6 февраля на данной улице будет введено одностороннее движение. С чем связано? Связано это с жалобами жителей, пожеланиями жителей, а также пожеланиями 7-й, 11-й школы и детских садов, которые на этой улице находятся. При вводе одностороннего движения на комиссии безопасности дорожного движения, которая была в январе месяца этого года, было принято решение о вводе. Это одностороннее движение и улучшение качества уборки. Потому что, когда люди встречаются друг с другом лоб в лоб, машина, разъехаться невозможно, и очистка территории тоже проблематична. Для удобства автомобилистов на въезде и выезде с кольца оставлены небольшие участки с двусторонним движением. На них можно спокойно развернуться или припарковаться в расположенных рядом с бульваром карманах. Открытым остается вопрос организации дорожного движения на проезде от улицы маршала Жукова до Т-образного перекрестка возле 7-й гимназии. Чуть позже он также станет односторонним. Вот только до сих пор неясно, в какую сторону его лучше развернуть. От Жукова или наоборот. Решать дилемму предстоит с учетом мнения жителей города. Это также мы будем рассматривать на комиссии безопасности дорожного движения городского поселения Одинцова. Будут вызваны сотрудники ГИБДД, жители ближайших домов, советов домов, и специалисты по организации дорожного движения. Это территория от маршала Жукова до кольца Любановоселова. Остается он двухсторонним. Мы посмотрим на действия водителей, как они будут себя вести, двигаться по этому участку дороги. Высказать свое мнение можно в электронных приемных на сайтах районной и городской администрации. Остается добавить, что в первые 1-2 дня после 6 февраля сотрудники ГАИ предполагают не штрафовать нарушителей, а вести разъяснительную работу. Для автовладельцев же лучше быстрее привыкнуть к новшеству, так как нарушение в данном случае это выезд на полосу встречного движения. И наказание за него весьма сурово.